Сегодня мы отмечаем день города Зангелан. Именно так вошла в историю дата 20 октября 2020 года. А двумя днями ранее мы праздновали день восстановления независимости. Мы жители страны, самостоятельно восстановившись свой суверенитет и территориальную целостность. Наш флаг развивается по всей территории Карабаха. Об этом и других важных событиях, уходящих в 7 дней, смотрите в программе «Итоги недели». В студии Мехребан Касумова. Добрый вечер. Освобождение Зангелана – это часть истории нашей победы в Отечественной войне. Зангеланский район, оккупированный Арменией 29 октября 1993 года, был полностью разрушен. Богатые природные ресурсы были разграблены и вывезены в зарубежные страны. Наша доблестная армия под руководством президента Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате успешных боевых действий сумела очистить район после 27 лет оккупации от армянских бандитских формирований. Зангелан наш, Карабах наш, дорогой мой народ. Дорогие зангеланцы, физулинцы, ходжавенцы, джебраильцы и жители других оккупированных районов. Мы выполняем свою миссию. Действительно, одно из самых красивых мест Азербайджана. И наша цель заключается в том, чтобы реконструировать Зангелан, потому что от старого Зангелана ничего не осталось. Вы сейчас видите, что ненавистный враг разрушил, можно сказать, все здания. Осталось несколько зданий, где размещались военнослужащие. Все остальные здания, дома во всех селах были разрушены. Это наша общая победа. Победа азербайджанского народа. Потому что в период оккупации наш народ не сдался, не смирился с ситуацией, не забыл родные земли. Даже молодые люди, которые не видели этих земель, жили желанием освободить их. Именно они шли на смерть. В первых рядах шли именно эти парни, которые родились после оккупации. Возможно, во время оккупации им было по 5-10 лет. Это говорит о том, что наш народ ждал Священного Дня Победы. Несмотря на все трудности, все страдания, ждал этого дня и верил, что он наступит. Мы просто приложили усилия для мобилизации всего нашего народа, воспитания молодежи в духе патриотизма. Мы отмечаем дни освобожденных городов. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края. Мы переживаем новый этап, счастливый этап. Но время, на которое пришлись первые годы независимости, было очень сложным. У нас в студии доктор исторических наук Ильгар Невталиев. Сейчас мы будем вспоминать, какой ценой Азербайджану досталась независимость. Ильгар Мелем, добрый вечер. Спасибо, что нашли время, воскресный вечер. Итак, я напомню, что до 2021 года, 18 октября, у нас в стране отмечалось как День государственной независимости Азербайджана. Но в преддверии важной даты, 30-летия, парламент принял законопроект, согласно которому теперь у нас День независимости отмечается 28 мая, который раньше был Днем Республики. А 18 октября провозглашено как День восстановления независимости. Итак, мы все хорошо знаем, что творилось в Азербайджане в первые годы независимости. Как же азербайджанский народ, который пережил столько тяжелых периодов, сумел самостоятельно решить свою судьбу в то время? Действительно, 18 октября 1991 года, когда азербайджанский парламент принял конституционный акт о независимости Азербайджана, это был сложный период в истории Азербайджана, поскольку мы знаем, что 1988 года в Карабахе началось сепаратистское движение армян, и фактически на волне этого сепаратистского движения, это сепаратистское движение дало толчок в Азербайджане национально-демократическому движению, которое потом перешло в национально-освободительное движение, завершившееся в результате, в конце концов, провозглашением независимости Азербайджана. Ну, здесь были, конечно, объективные причины в том, что события, которые происходили не только в Азербайджане, но на всем постсоветском пространстве, то есть демократические движения в странах Прибалтики, в Грузии, в других республиках, в конечном итоге привели к распаду этой империи. И каждая из этих республик, то есть 15 республик, по-разному переживала вот этот период восстановления независимости. Я думаю, что самое тяжелое положение находился Азербайджан, который после обретения независимости фактически перешел в состояние войны с Арменией. И эта война в конечном итоге 1994 года привела к оккупации 20% территории Азербайджана. Почти 1 миллион беженцев, из них более 200 тысяч, это из западного Азербайджана, современной Армении. Именно в этой ситуации, в 1993 году, возвращение к руководству Азербайджана Гейдара Алиева, это был новый этап в истории Азербайджана. Фактически Гейдар Алиев стал архитектором нового независимого Азербайджана. За короткий период ему, вообще национальному лидеру, удалось остановить эту войну. Мы знаем, что в 1994 году сложная ситуация, эта война была остановлена, хотя у нас были территориальные потери, но нам нужна была передышка. Нужна была передышка, чтобы восстановить экономику, создать новую армию. И мы знали, что рано или поздно мы должны будем возвращать эти земли. Но для этого нужно было время. Мы знаем, что недавно мы отмечали 30-летие контракта века. Фактически контракт века стал той экономической базой, благодаря которому мы потом проводили широкомасштабные реформы в социальной сфере, в экономической сфере. И прежде всего, перевооружали нашу армию, создавали армию, современную армию, модернизированную армию, которая в 2020 году освободила наши земли. Новый этап в истории Азербайджана начинается в 2003 году. Президент Ильхам Алиев, ставший у руля государства, с первых дней своего руководства на всех международных форумах поднимал вопрос о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана, о нетопущении создания на территории Азербайджана второго армянского государства. Это была такой красной линией внешней политики Азербайджана. И, безусловно, продолжая политику своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, Ильхам Алиев в первую очередь обращал особое внимание на создание современной армии. Потому что мы все понимали, что не создав сильную армию, мы не сможем заставить противника, вот эти великие державы, считаться с Азербайджаном. Ведь недавно, выступая 23 сентября 2024 года на открытии парламента, нового парламента Азербайджана, седьмого созыва, Ильхам Алиев в своем выступлении весь этот путь, который прошел Азербайджан в 2003 году, осветил и особо отметил, что нас заставляли признать статус-кво, признать, что наши земли оккупированы. И мы не должны были смириться, мы не должны были воевать за свои земли, мы должны были заключить с Арменией договор и признать тот статус-кво, который сложился. Но, конечно же, мы не могли на это согласиться. И Ильхам Алиев, он также в одном из своих выступлений говорил, что на каком бы международном форуме ни был я, я все время говорил о Карабахе. Я понимал, что я повторяюсь, но я знал, что необходимо об этом говорить. Необходимо, что этот вопрос все время был на международной повестке. И чтобы мировые державы, которые пытались нас заставлять смириться, сосложив все ситуации, они понимали, чтобы азербайджанский народ не может с этим смириться. То есть надо освобождать эти земли. И, конечно же, та же Минская группа, о которой мы все эти 30 лет вела, якобы выполняла посредническую миссию в этих переговорах, показала полную безэффективность своей деятельности. Туристы? Да, роль туристов выполняли, приезжали, уезжали. Фактически сейчас становится ясно, что основной их миссией было то, чтобы как бы законсервироваться этот конфликт, заставить азербайджан смириться с этим положением и не поднимать вопрос о пересмотре этого статус-буха. Но в 2020 году азербайджанская армия, мы знаем, что 27 сентября начала наступление и в течение 44 дней освободила те территории, прежде всего вокруг Нагорного, бывшего автономной области Нагорного Карабаха. И, конечно же, 8 ноября мы подняли флаг над Шушой. Вспоминая ту войну, надо сказать, что мы с самого начала не понимали, что где эта война кончится. Мы эти дни переживали, безусловно, мы чувствовали то давление, которое на нас оказывает великие державы. И нам казалось, что вот через несколько дней опять посредники вмешаются в конфликт, война остановится, и опять начнутся длительные переговоры, которые в конечном итоге опять приведут к консервации этой проблемы. Но, что хорошо, как было в апреле 2016-го, но судьба показала, что президент Азербайджана в этот раз очень решительно стал на путь полного освобождения азербайджанской территории. Конечно, сколько провокаций совершила армянская сторона. Армянская сторона, да, и в выступлениях президента он не раз говорил, что мы остановим войну только в том случае, если Армения представит дорожную карту освобождения наших земель. Но то упорство, с которым Армения вела себя в ходе этой войны, в конечном итоге привело к ее полной капитуляции, и мы подняли флаг над Шушой. Даже после освобождения Шуши, уже после заключения этого соглашения 10 ноября, безусловно, у каждого азербайджанца в сердце была какая-то неполтноценность. То есть остались территории, не освобожденные от армян. Это сепаратистская хунта, которая, конечно, уже более обескровленная. Она продолжала свою деятельность. Об этом сказал и президент на своей инаугурации в феврале 2024 года, что я тоже понимал, что каждому азербайджанцу остались вопросы, а как Ходжалы, как Ханкинди, как с этими территориями. И то, что в 2023 году, 19-20 сентября, началась вот эта контртеррористическая операция азербайджанской армии, которая в течение нескольких часов освободила все оставшиеся территории этого Нагорного Карабаха, и был положен конец этой хунте, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией не только на наши азербайджанские земли, но фактически она держала в заложниках само это армянское население, которое там жило. И вот это, конечно же, это было огромное, важное событие в истории Азербайджана, и, как говорит президент, что эта победа может быть самая большая победа в истории азербайджанского народа. И вот недавно, 19 сентября 2024 года, распоряжением президента Азербайджанской республики, уже годовщину этих событий, мы знаем, что введен новый праздник, наш календарь, это день восстановления государственной суверенитета Азербайджанской республики. 20 сентября. Да, 20 сентября. Ильгар Мелин, мой вопрос касается, вот мы знаем, что на этой неделе, мы 17 октября день Физули отмечали, сегодня у нас день Зангелана, как уже было отмечено. Вот это все для азербайджанского народа, всего азербайджанского народа, мы знаем, что здесь проживают представители других национальностей. Что для нас всех это значит? Каково это историческое значение? Безусловно. Что вы сами переживаете? Это мы, вот наше поколение, фактически, я думаю, что мы пережили историю, большую историю. Мы пережили восстановление незаместимости, мы пережили Первую Карабахскую войну, мы пережили Вторую Карабахскую войну. То есть мы стали свидетелями событий, которые равны тысячелетиям. То есть то победа, которую одержало азербайджанское государство во главе с его главнокомандующим, во главе с нашей доблестной армией, действительно, это историческая победа, это наша гордость. Мы вписали золотыми буквами вот эту страницу, нашу историю. И мы на этих золотых, на этих событиях должны воспитывать наше будущее поколение. Безусловно, конечно, освобождение не только Физуалии, не только Зангелана, но всех наших оккупированных территорий является важным событием для нашего народа. Я вам скажу, что многие на протяжении этих 30 лет, пока не началась эта Вторая Карабахская война, многие, я думаю, что где-то потеряли надежду, что когда-либо эту войну мы можем вернуть эти территории. Но вот выступление президента, что я всегда верил, что мы рано или поздно восстановим эту нашу независимость. И то единство, которое проявил азербайджанский народ в течение этих 44 дней, это просто, действительно, это единство неповторимое. И то поколение молодежи, которое выросло за последние 20 лет, и которое никогда не видело Карабах, никогда не видело Шушу, Ханкенди, и она воспитывалась нашими школами, нашими книгами, что мы должны вернуть свои исторические территории. И она шла вперед и освобождала наши территории. Ни одного дезертира не было. Каждый день на протяжении 44 дней 6-7 сел освобождалось. Как говорил президент, более 300 сел было освобождено на поле битвы. И мы, в конце концов, добились своего, мы не оставили эту проблему будущим поколениям. Будущим поколениям остается только гордиться победой, сегодняшней победой, и закрепить эту победу. Вот главное в этом. Об этом не раз говорил господин президент в своих выступлениях. И в Джабраиле, и в Ханкенди недавно, когда участвовал в открытии государственного университета, и во время своего выступления в парламенте 23 сентября 2024 года. Хорошо помним, как люди выходили на улицы еще после июльских событий на границе 2020 года. Уже тогда было понятно, что мы больше не намерены терпеть. Да, да. Ильгар Мальмой, последний вопрос, он касается уже ракетного удара, пятого уже на этой неделе. В 2020 году мы знаем, сколько ударов было совершено по Гяндже, по Барде, Тер-Теру, по мирным городам, которые вообще не имели отношения к зоне боевых действий тогда. И все, казалось бы, осталось безнаказанным. Ну, в том плане, что некоторые преступники находятся сейчас в бакинской тюрьме, и этот вопрос активно поднимается об их освобождении западом. Почему-то люди, которые совершили такие преступления, считается, что и мы их должны отпустить, которые открыто в видео, сами распространяли видеоматериалы, в которых открыто об этом говорили. На ваш взгляд, вот эти все печальные события, трагические события в истории Азербайджана, они остаются только для нас, или когда-то все-таки мировое сообщество вспомнит об этом, или даже не стоит надеяться? Как показалось? Вы знаете, мировое сообщество, как оно вело на протяжении 30 лет себя, мы видели, что наши земли находились под оккупацией, был геноцид Ходжаллах, мировое сообщество не применяло никаких санкций против Армении. Было 4 резолюции Совета безопасности, которые обязательно должны были быть исполнены, и эти резолюции не осуществлялись. Недавно об этом говорил господин президент. Вот эти двойные стандарты по отношению к Азербайджану и Армении, они до сих пор существуют. Сегодня эти силы не могут переварить нашу победу. Мы показываем по телевизору, как идет восстановление Карабаха, освобожденных этих территорий. И вот эти силы, которые и тогда, и сегодня поддерживали Армению, они не могут переварить то, что сегодня Азербайджан своими силами восстанавливает эти территории. Это не шутка. 19 миллиардов монат потрачено уже сегодня на восстановление этих территорий. Это всего за 3 года. Это более 11 миллиардов долларов. Недавно президент говорил об этом, что фактически все Азербайджан делает за счет своих средств. Не получая ни помощи, ни от одного крупного, какого-нибудь государства или же какого-нибудь крупного международного донора. Который сейчас раздают гранты Армении. Я думаю, что надеяться на мировые сообщества невозможно, потому что если они не признали до сих пор геноцид Ходжалы, я думаю, что для них все эти события в Гянджей, в Барде, то, что бомбили Тер-Тер, фактически Тер-Тер превратился, сравнивалось со Сталинградом, настолько бы город был разрушен. То, что после войны приезжали представители различных международных организаций, их везли в эти районы разрушенные, разграбленные, чтобы они видели. И после возвращения, чтобы они доводили до всего мира, что творили армяне на протяжении 30 лет. Ничего не было построено, все было разрушено за эти 30 лет. Но, к сожалению, сегодня появляются силы те же Соединенные Штаты, которые опять грозят Азербайджану санкциями. Как они применили эти санкции в 92-м году, когда держали под давлением, под напряжением Азербайджан, хотя азербайджанские территории были оккупированы, азербайджанцы были депортированы со своих территорий. И сегодня опять эта политика, эта новая игра ведется в новой форме против Азербайджана. Но сегодняшний Азербайджан уже не Азербайджан в начале 90-х годов. Азербайджан переживет все эти трудности, Азербайджан становится на ноги. Азербайджан действительно сегодня стал настоящей независимой суверенным государством в результате той победы, которая была одержана на поле битвы. И наша независимость вечна и нерушима никакими внешними силами. Ильгар Малим, я благодарю вас за участие в итогах недели. Спасибо большое. О сложном пути азербайджанского народа к независимости мы говорили с Ильгаром Нефталиевым, доктором исторических наук. А что же тем временем происходит в соседней Армении, которая проиграла войну и еще затягивает процесс подписания мирного договора, который ей предлагает страна-победительница. Такого в истории еще не было. Мы даем шанс Еревану найти наконец свое место в регионе и участвовать в региональных проектах. Но там до сих пор не могут разобраться даже во внутренних делах. Мятежный архиепископ Баграт Галстанян, который весной возглавил протесты оппозиции Армении, признал свое поражение. Он заявил, что движение потерпело неудачу. А премьер-министр Армении Никол Пашинян спрашивает у министров, почему население массово бежит из страны, хотя и сам прекрасно знает ответ на свой вопрос. Одна из проблем опасения, связанные со службой в армии. Другая проблема, люди не видят возможности трудоустройства и достойной оплаты труда. Еще один важный вопрос несправедливость. Если человек постоянно сталкивается с ней, он задается вопросом. Если у себя дома не могу защитить свои права, что меня связывает с родной страной? В отелях европейских стран со мной официанта нередко заговаривали на армянском, причем на разных диалектах Армении. Возникает вопрос, почему эти люди не устроились на работу в отеле Армении? Некоторые из них, отвечая на этот вопрос, указывали на то, что в Армении такая работа не считается престижной. А мы, не замечая этих проблем, постоянно произносим тосты за потенциал диаспоры. Но почему они должны приехать? Кто променяет жизнь, скажем, в Плюсселе на шесть в приграничном селе? 20 октября. Сегодня 24-й день Второй Карабахской или, как мы ее называем, Отечественной войны. Напомню, она началась 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта. Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и завершилась она за 44 дня нашей великой победой. Наши отважные солдаты и офицеры под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева непрерывно наступали и освободили родные земли от 30-летней вражеской оккупации. Каждое воскресенье у нас в студии ветераны войны и члены семей шахидов погибших героев. Сегодня я приветствую Руфата Салманова. Руфат, здравствуйте. Здравствуйте. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Руфат, расскажите нам, пожалуйста, как начался ваш боевой путь во Второй Карабахской войне. Как вы оказались на войне? Наш путь начался в сентябре 2020 года. После того, как наш президент решил освободить наши земли, мы добровольно пошли в армию, на фронт. Потому что мы верили, надеялись в свою победу, мы верили в своего главнокомандующего президента. Мы знали, что его политика нас не подведет. Я на тот момент был отцом двоих дочерей, мать и жена. У меня ни брата, ни отца нет. Я добровольцем пошел. У меня семья не была в курсе, что я иду на войну. И мы попали в Гянджу. Оттуда тоже добровольцы в передовую линию мы пошли. 72 человека добровольцем мы пошли в передовую линию. С гордостью пошли, с уверенностью пошли. Мы верили в наш народ, в наших товарищей, в нашего президента, самое главное. мы верили в его политику. И мы знали, что победа будет за нами. Единственное, что нас больше всего огорчало, это то, что мы теряли своих близких друзей, своих товарищей. Мы много видели, очень много видели крови, смертей. Мы шли вперед, мы верили, что победа за нами. Освобождение наших земель вперед, только вперед. Я хотела спросить, когда уходили, вы говорите, что у вас семья, верили, что вернетесь с победой. Какие чувства были на тот момент все-таки? Я верил, что победа будет, но не верю, что я вернусь. Потому что с моим характером я знал, что я не буду находиться позади, я буду идти только вперед, в самый горячий точка. С моим характером я знал, что я не буду сидеть на одном месте. Но то, чтобы я вернулся, я не верил. это чисто, не знаю, как произошло, чисто случайно, как бы сказать. Но самое главное, мы победили в тот момент, когда мы были на фронте, на передовой линии, когда уже там сказали, что, мол, война закончилась, Азербайджан победил. Мы и гордились, и радовались, и в тот момент такой гнев у нас был. почему гнев? Потому что мы хотели только вперед. Мы не хотели сидеть на одном месте, так как в 92-й, 93-й, 94-й годы они много чего сделали плохого, ужасного для нашего народа. Мягко говоря, плохого. Мягко говоря, плохого. Очень много женщин, детей, они замучили. И этот гнев, эта ярость, мы с этим гневом росли. И мы хотели вперед, мы не хотели, чтобы война остановилась. Мы до последней крови, до последнего солдата хотели только вперед и вперед, чтобы как много, возможно, больше освободить нашу земель и убить наших врагов. Такая у нас была цель. Что для вас лично значит Карабах? Есть связь с Первой Карабахской войной? Может, кого-то из родственников потеряли там? Нет, в Первой Карабахской войне у меня не было никакой потерь, ни у меня, ни у моей семьи. Карабах это для меня все. Это жизнь, это честь, это семья, это мать, это дети, все. Так как в целом весь Азербайджан. Родина, чувство патриотизма. Вот вы говорите про свой характер. Мне интересно узнать, каким он был до войны, и что, я понимаю, что не мягким, и что изменилось после. Изменилось много чего после войны. После войны мы стали более нервными, у нас появляются потери памяти, необдуманные поступки, как бы, и более жестоким таким стал, более таким бессердечным стал. Но это от того, то, что мы там увидели, то, что мы там пережили. Вот так. Наверняка теряли сослуживцев, что вы говорите об этом. Да, да. Нас только близко понимают наши друзья, которые с нами были на фронте. Даже семья не может нас понимать, так как они понимают, так как мы все это вместе пережили. Я хотел бы поговорить о Агайв Ниаз, тоже добровольцем пошел на войну, на фронт. С первых дней до кончания войны он был рядом со мной. Хочу кое-какой момент сказать короткий. Он ночью его ранили, противник его ранил снайпером. Утром мы пошли опять в наступление. Утром, когда мы наступали, у него за спиной шла кровь. Пыля пробила его брожилет. И он не останавливался. Он поднимался на гору на следующий пост армейский. Он не останавливался. И после того, как командир накричал на него, что кто-то такой, ложись, тебе нельзя идти, у тебя вся спина в крови, он после этого, после приказа командира остановился. Но пуля до сих пор в нем не смогли еще вытащить, потому что там такой момент, что нельзя его вытаскивать. Опасный момент. на плохом месте. Несмотря на это, он плакал, он говорил, не оставляйте меня здесь, я хочу вперед, я хочу вперед, я хочу вперед. Также у меня был друг, товарищ, он был в плену, раненым был в плену. Все наши солдаты, все мои боевые друзья, все, однозначно, все в раненом попали в плен. Ни один из азербайджанских солдат не покидал пост, не складывал оружие, не отходил назад, не один, не один, но из противников я видел, как они оставляли своих товарищей, раненых, умеревших и убегали. Даже был момент, когда один из них убегал в радиусе 75-80 метров у нас были промежуток, он бросил свой автомат, чтобы легче было бежать, и он убегал. Я на русском даже его обругал, что хоть 10-15 процентов возможности нет. они потому что воевали не за честь, они воевали там знаете как принужденно. Их заставляли. Это совершенно разные вещи. Несмотря на то, что у них были посты, они все это продумали, они там просто не сидели 30 лет, они готовились к войне, мы наступали, нам было тяжело наступать, потому что мы не знали эту зону, а они там были. несмотря на то, что нам было тяжело наступать, мы шли, они убегали, мы шли, они убегали, потому что они боялись крови, они боялись смерти. Им важна была жизнь, а вам родина? Естественно, нам родина, мы о жизни не думали. Рафат, расскажите, пожалуйста, о ваших медалях, и где вы встретили окончание войны? Видали у меня за родиной Физули, Джабраэль, Ходжавэнд, в последнем бою в Ходжавэнде полтретьего ночи пришел приказ, что о прекращении войны, мы тоже удивились, что такая тишина, беспокоились, почему такая тишина, потому что мы не видели там несколько дней, тишины вообще у нас не было, и думали, что, может, они опять перешли в наступление ночью, но оказалось, что война прекратилась. Естественно, мы одним глазом радовались, одним глазом смеялись, и искали своих товарищей, кто остался в живых, кто в плену, кто ранен, наши глаза только искали, но было чувство огорчения, что мы хотели вперед. У нас такой дивиз, что не трогай нас, не трогай на тебя. Не надо было нас трогать в 92-м, 93-м, 94-м годах, чтобы не пережить то, что они сейчас пережили. Это еще мало для них, я так скажу. Ну и в целом на протяжении истории. Хотела спросить, чем вы занимались до войны и после? До войны я работал в фирме экспедитором, после войны я работал в социальной сети, потому что физическое здоровье не позволяет работать нормально, но не жалуемся, хорошо все. У вас были ранения? У нас были ранения, я получаю пенсию, государство обеспечило меня домом, пенсии, все это у нас смотря на страну хорошо. И хотел еще задать вопрос, даже не задать вопрос, я вот спрашиваю, допустим, когда семьи шахидов бывают, которые гордятся, да, тем, что вот сын погиб за родину и живут этим. Есть те, у кого боль, она не стихает ни на минуту. Что бы вы могли сказать вот таким семьям, родителям, их близким, как поддержать? Это самая наша трогательная тема. Есть мой помощник, тоже стал шаидом, я каждый праздник в марте на Новый Русбар еду к ним, со семьей остались у них. Мать меня обнимает, целует, как будто вспоминает своего сына. Есть также сострашие еда солнцевая Юля, тоже никак не может Дмитрий Солнцев. Она никак не может смириться, спасать своего брата, тоже добровольцем пошел за наши земли стал шаидом. Она и наша сестра, считайте, и моей сестры, и все Азербайджаны. Это такой вопрос, что они просто не смирятся с этим. Очень тяжелая боль, несмотря на то, что все они гордятся своими близкими шаидами, так же, как мы гордимся, мы гордимся, мы не знаю, там, осуждаем друг друга, что, почему мы не смогли помочь, потому что не было таких шансов помогать, абсолютно не было, то, что предназначил Господь, мы это не можем изменить. Нам тяжело, нам сейчас здесь находиться тяжело, возвращаться с ними, так как мы хотели, чтобы все они были рядом со своими семьями, чтобы те, которых мы потеряли, сидели всегда с нами на праздниках, на вечеринках, и так далее, и тому подобное. Нам очень тяжело, и мы тоже не можем смириться. Дай Аллах всем шейдам, терпение, это самое необходимое для них, и здоровье. Да, это очень сложная тема, об этом сложно говорить. Мой последний вопрос. Вы гордитесь собой, вы понимаете, что вы в числе тех, кто написал историю Отечественной войны, Вторая Карабахская, она принесла нам победу, то, чего так долго ждал весь азербайджанский народ. Это действительно история, мы все стали свидетелями, а вы непосредственно ее участник. Чувства гордости, как сказать, нет у меня. у меня чувство долга есть. Я должен был, как любой азербайджанец, я это сделал. Чувство патриотизма есть, чувство гордости у моих детей, когда я иду на их предприятие в форуме, на праздники, у моей семьи, у моих близких, у моих товарищей, но я этим не горжусь. Я горжусь нашей победой, но участие это был мой долг. Участие это мой долг, и это не гордость, это долг, это обязательство. Руфат, вам огромное спасибо еще раз. Мы очень гордимся нашими ветеранами войны, мы выражаем огромную благодарность семьям шехидов и желаем скорейшего восстановления всем раненым, кто сейчас проходит лечение и реабилитацию. Спасибо вам огромное еще раз. Мы в вечном долгу. Мы чтим память героев, погибших в Отечественной войне и выражаем бесконечную благодарность нашим ветеранам. О своем боевом пути в Отечественной войне нам рассказал Руфат Салманов. Весь цивилизованный мир знает о том, что Карабах это территория Азербайджана, но армяне с этим смириться не могут. Журналисты обращаются даже в МИД России с провокационными вопросами, на которые, к слову, получают вразумительный ответ. На этой неделе Мария Захарова объясняла представителю СМИ Армении, в какие структуры ему следовало бы обращаться. Что же касается Ханкинды, который армяне именуют Степанакертом, то и тут ему пояснили, что Ханкинды это территория Азербайджана. Сколько я понимаю о территории Азербайджана, там действуют законы этой страны. Возможность для возвращения имелась и имеется. Если, как вы говорите, люди заинтересованы в сохранении своих домов, родных мест, наверное, нужно воспользоваться этой возможностью. Еще раз подчеркну, она же есть. Я не знаю. Как вы не знаете? Нет, это неправда. Вы знаете. Как вы не знаете? Мы об этом говорили, отвечали на ваши же вопросы. Как вы не знаете? Я понимаю, что люди не доверяют азербайджанской стороне тому, что будет обеспечена их безопасность. Не уверены... Я прошу прощения, а можно я задам вопрос? А что-то было сделано властями со стороны официального Еревана для того, чтобы содействовать возвращению людей? Вы задайте этот вопрос. Почему вы задаете его мне? Вы задаете с той стороны вопрос. Мне кажется, это логично. Я являюсь специальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации. Итоги недели в эфире мы продолжаем. Баку активно готовится к предстоящей самой важной климатической конференции ООН КОП-29. И тут Запад неустанно продвигает свою антиазербайджанскую кампанию. Например, Вашингтон-Пост против нас опубликовали статью. Пока США занимаются разжиганием конфликтов, тем временем в Турции главы МИД шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу 3 плюс 3 обсудили насущные вопросы и всевозможные пути сотрудничества ради мира и блага в регионе. Тему мы продолжим с Русланом Сафаровым, политологом. Господин Сафаров, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, компания против Азербайджана в преддверии КОП-29. Мы знаем, что сегодня в системе международных отношений у каждой страны могут быть какие-то отдельные проблемы, но вопрос изменения климата это общая проблема. А цель непосредственно КОП-29 климатической конференции это сближать страны во имя общего будущего. Это должны осознавать в принципе все без исключения. Итак, мы знаем, что 22 октября Европарламент будет обсуждать проблему прав человека, ситуацию в Азербайджане и отношения с Арменией. И в принципе мы уже знаем, что эта тема внесена в повестку. Ожидается даже принятие соответствующей так называемой резолюции, которая будет против нас. Почему такая традиционная антиазербайджанская истерия не утихает на Западе? Вы знаете, я думаю, что здесь много факторов, многофакторная ситуация, и КОП-29 здесь это просто предлог для того, чтобы сделать очередные нападки в адрес Азербайджана. Я здесь скажу так, Азербайджан это одна из тех немногих стран бывшего социалистического лагеря, даже не постсоветского пространства, а социалистического лагеря, который обладает суверенитетом. И что означает вот это обладание суверенитетом? Это означает возможность реализации собственной национальной политики, реализации собственных национальных интересов. Именно поэтому Азербайджан с одной стороны может совершенно спокойно заключать стратегические соглашения, связанные с поставками энергоресурсов в Евросоюз. С другой стороны, Азербайджан точно так же заключает соответствующие соглашения с Российской Федерацией и Ираном и простраивает международный транспортный коридор север-юг. При этом Азербайджан подписывает соглашение о стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой и так далее. Сейчас вы упомянули 3 плюс 3 инициативы и так далее. То есть в данном случае мы видим, что Азербайджан реализует собственные национальные интересы и взаимодействует со всеми крупными игроками, которые есть на сегодняшний день в этом мире. Может ли подобная логика устраивать страну, которая выступает за то, чтобы был однополярный мир и все страны выступали в роли в лучшем случае его вассам? Понятное дело, что нет. Даст ли подобного рода политика для самих Соединенных Штатов какие-то результаты в Азербайджане? Вот здесь скажу так. Я думаю, что вряд ли. Американцам надо очень серьезно задуматься над тем, как они простраивают взаимодействие с теми или иными странами мира, в том числе с Азербайджаном. Потому что вот такая безостановочная агрессивная политика, она не даст никаких результатов. Но надо понять, почему американцы так действуют. Не только потому, что там работает армянское лобби и так далее. Армянское лобби, на мой взгляд, в данном конкретном случае, это просто то, что называется приятное финансовое дополнение для тех или иных каких-то сенаторов американских и так далее. Для той же газеты Вашингтон-Пост возможно, мы здесь просто выдвигаем гипотезу. В чем причина? Соединенные Штаты, учитывая то, как сейчас осложнились международные отношения, какие изменения серьезные, тектонические изменения происходят, их политика становится все более и более реактивной. То есть, они вынуждены реагировать, давать реакцию на те или иные события, которые происходят в тех или иных регионах. И вот это отсутствие полномасштабной продуманной стратегии приводит к подобного рода ляпам, как мы видели в публикации The Washington Post. Обратите внимание, я сейчас упоминал целый ряд соглашений, которые Азербайджан реализует с разными странами мира и так далее, но ведь, собственно говоря, послезавтра президент Алиев приезжает к нам сюда в Россию, в Казань. Он собирается участвовать в саммите БРИКС. Азербайджан подал заявку. И для американцев это, мягко говоря, не самое приятное тоже, что называется, событие. Учитывая те решения, которые сейчас собираются принимать на саммите БРИКС, это очень серьезные риски для той же самой мировой финансовой системы, которая вся выстроена вокруг Соединенных Штатов, где Соединенные Штаты выступают ядром этой политики. И понятное дело, что подобного рода действия Азербайджана, которые еще раз подчеркну, они продиктованы национальными интересами Азербайджана. Это не из-за того, что Азербайджан кто-то куда-то тянет, затаскивает или еще что-то в этом роде. Просто у Азербайджана есть свое геостратегическое видение. Есть видение себя на весь 21 век. И Азербайджан в этом направлении работает. Работает азербайджанский МИД, работает азербайджанский президент и так далее. И естественно, что подобного рода действия вызывают в Соединенных Штатах, ну, мягко говоря, такое, знаете, очень агрессивное, еще раз подчеркну реактивную, реактивный такой ответ. Я думаю, что с этим прежде всего связаны вот эти нападки, которые идут в отношении Азербайджана из США. Если говорить о Евросоюзе, вы знаете, здесь очень сложный момент. Я предложил бы европейским парламентариям, когда они говорят о правах человека, прежде всего разобраться с территорией Евросоюза, а уже потом начинать учить кого-то, чему-то и как-то что-то где-то кому-то объяснять. Понимаете, есть целый ряд проблем национальных меньшинств в самых разных концах Евросоюза. У нас как-то с Корсикой все вопросы там урегулированы. Большой вопрос. У нас вопрос с Каталонией, там их лидер до сих пор, насколько я помню, в тюрьме сидит. У нас есть проблемы с русскоязычными гражданами в Прибалтике. Это все вопросы уже решены, мы поэтому собственно говоря переходим к вопросам так сказать прав человека в Азербайджане. Давайте вы как-то вот у себя как Боррель это называет сад, вы у себя в саду как-то решите все вопросы, а потом можно будет выходить и давать какие-то советы там, не знаю, на Азербайджану, другим странам мира и так далее. Я думаю, что здесь опять-таки проблема связана с тем, что эти страны до конца не понимают, насколько за эти годы изменился мир, насколько изменилась зависимость тех или иных стран друг от друга. У них по-прежнему складывается вот это ощущение, что все как было лет 20 назад, когда были передовые европейцы, совершенно, так сказать, самые, так сказать, умные и самые-то там толковые американцы, а все остальные это была просто вот, ну, какая-то, так сказать, вот страна, которые с открытым ртом все это слушали и так далее. Мир изменился. Мир изменился. У вас сегодня значение там, условно говоря, Китая, Турции, России, Индии, других стран, они уже совершенно, да, это другие страны. И Азербайджан, я здесь еще раз хочу это подчеркнуть, он как раз-таки в этой когорте этих стран. Да, Азербайджан, может быть, не обладает там такой экономической мощью, как Китай, понятно, но страна просто меньше и так далее. Но в своем регионе, простите, это, собственно говоря, региональный лидер. Да, это надо учитывать. Конечно, и с ним надо взаимодействовать, как минимум, так сказать, на равных, выстраивать взаимопонимание какое-то. А не приходить и начинать всех учить уму-разуму, знаете, вот вы делаете так, вы делаете так. Надо у себя разобраться, европейцы прежде всего. Господин Сафаров, понятно, да, вы тоже об этом уже сказали, у Азербайджана нет и не быть не может никаких обязательств перед Европарламентом и нам, по сути, нет дела до того, какие там проходят обсуждения и что они принимают против нас какие-то резолюции. Но, тем не менее, если будет обсуждаться проблема прав человека, отношения с Арменией, то наверняка должны обсуждаться тогда и то, что Армения сделала против Азербайджана, все преступления, не так ли? Или об этом, конечно же, умолчат? Об этом надо говорить, но об этом не будут говорить. Понимаете, в чем дело? Мы здесь сталкиваемся как раз-таки с той ловушкой, в которую сами эти западные ребята и попали. Это ловушка двойных стандартов. То есть, когда, условно говоря, что-то происходит в Азербайджане, да, когда там образуется, например, какой-то анклав, да, как они это называют, когда там начинаются какие-то действия, когда там выселяют местное население, да, то это все нормально. Так и должно быть, давайте разбираться, потому что наши армянские партнеры, они выбрали демократию, вообще вот как бы с ними надо иметь хорошее отношение. Когда нечто подобное происходит в других регионах мира, я сейчас не буду обозначать, то там надо решать правильным образом. Там уже надо смотреть, кто является нашим партнером, кто является нашим противником. И там мы будем занимать какую-то позицию. Понимаете? Ну, это двойные стандарты. И сейчас рассказывать о том, что, значит, Азербайджан там каким-то образом нарушил и права там армян, живших в Карабахе и так далее. Слушайте, ну, ваш же канал, я смотрел ваши выпуски, когда журналист стоял в Латчинском коридоре и разговаривал с армянами, которые совершенно говорили, нам просто дали приказ, мы уезжаем. Им говорили, останьтесь, вы получите паспорта, вы будете спокойны гражданами Азербайджана, вопросов к вам нету. Нет, люди говорили, мы вот, извините, нам дали приказ, так сказать, наши местные командиры, половина из которых сейчас уже, так сказать, арестованы там и так далее, но вот мы уехали. Теперь с этой темой начинают заезжать по новой. Вы вот провели, значит, какие-то там проблемы. Простите, а когда на территории Хорватии существовала республика, значит, сербская края, и которая за неделю просто в 90-е годы исчезла, как-то этот вопрос будет подниматься? Как-то будет свою позицию сербов, которые жили в Хорватии, разбираться? Нет, почему не говорят, кстати, да, вот вы сказали, почему не говорят о том, как армяне покидали наши земли, и как исконные жители своей собственной земли, как их изгоняли зимой босиком, об этом вообще не принято говорить. Это все дело рук проармянских политиков в Европарламенте? Это дело рук проармянских политиков с одной стороны, с другой стороны, еще раз говорю, это вопрос политики, вопрос внешней политики. Это попытка создать дополнительный элемент давление на Азербайджан и через это выторговывать свои интересы. Понимаете, вот и вся история. А давайте мы вот эту страну, которая занимается суверенной политикой, а давайте мы ее немножко прижмем к ногтю. Какие у нас есть варианты? Вот смотрите, у нас есть, соответственно, наши армянские друзья пришли, сообщают о том, что вот у них там есть фотографии, где вот ребенок плачет. Ой, замечательно, давайте мы это в медиа сейчас поставим. Вот плачет ребенок. Понимаете, вот так это работает. И все. А дальше уже, когда происходит встреча за закрытыми дверями, когда, условно говоря, там господин Байрамов встречается со своими коллегами, за закрытыми дверями идет совершенно другой разговор. Я просто в этом уверен. Да, мы все понимаем, господин Байрамов, но нам интересно вот раз, два, три, четыре. Нам очень не хотелось бы, чтобы вы развивали отношения с Китаем. Нам очень не нравится коридор Север-Юг. Нам очень не нравится, что сформировано 3 плюс 3, где региональные страны сами решают свои проблемы. А давайте вот в этом моменте немножко вот позицию поправите и будете немножко вместе с нами. Мы зайдем в регион и вот тогда, конечно, мы сразу же начнем всех расхваливать. Вы будете замечательными ребятами и мы будем готовы публиковать данные о том, как эти несчастные сотни тысяч ваших граждан, как вы правильно сказали, босиком по снегу переходили этот муров дах и так далее. Вот тогда мы будем об этом говорить. А на данный момент, извините, вы сейчас для нас будете плохие ребята. Это проблема. Вашингтон пост, да, мы знаем хорошо тоже, это тоже известно всем, что там работает очень много армянских журналистов. Мы знаем, что республиканцы не жалуют, называют, что это исключительно выполняют заказы армянского лобби, называют это издание, так скажем, витком сплетен, слухов и не более. Вы знаете, я думаю, что здесь вопрос, еще раз говорю, вот то, что касается непосредственно армянского лобби, вот честно скажу, я бы здесь это вставил на второй план, вот честно. Объясню, почему. В данном случае американцы реализуют свою политику. Про стратегию вот хотел сказать, но про стратегию там нет, там просто реакция на те или иные события. И здесь армянское лобби, оно выступает в роли просто некой структуры, которая позволяет при реализации собственных интересов еще и получать небольшую финансовую выгоду. Для тех или иных акторов этого процесса. Вот и все. То, что само армянское лобби, вы знаете, в свое время один из представителей значит, такого вот лобби, один российский политолог там армянского происхождения, его это можно найти в Ютьюбе, у него было двухчасовое обращение по поводу собственно вот этого армянских диаспор и так далее. Он раскритиковал, как смог это все дело, потому что действительно вот эта попытка каждый раз стать затычкой в каждой бочке, она в результате приводит к тому, что вся эта диаспора вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие там собственного государства под названием там Армения и так далее, они эти деньги тратят на всякие его роды глупости и откармливают там американских сенаторов. Надо понимать, что завтра внешняя политика в Соединенных Штатах может измениться и те же сенаторы, которые сегодня рассказывают о том, какой страшный Азербайджан, какой он там нехороший и так далее, они же с пеной рта будут рассказывать какая-то замечательная страна и как они гордятся тем, что у Соединенных Штатов развиваются отношения с Баку. Это политика, к сожалению, она строится вот так, как есть. Здесь очень важно, вот что нам с вами сделать, какой вывод, что сегодня вот в этом развивающемся 21 веке очень важно, чтобы и Азербайджан, и другие страны мира выстраивали собственные стратегии. Понимаете, простраивали отношения на долгосрочную перспективу, не копировали вот эти западные нарративы, которые приводят просто к вот этим глупостям двойных стандартов и принципу, кто больше заплатил, про того я и пою. Вот очень важно из этой ситуации вот этот урок вынести, потому что это позволит и Азербайджану, и другим странам Евразии совершенно по-другому простраивать свои отношения на весь 21 век. Это крайне важно. Мне кажется, что сейчас как раз формируется вот эта новая реальность. Будем надеяться. Спасибо огромное, господин Сафаров. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Конечно, самое интересное заключается еще в том, что сегодня весь мир осуждает политику США, избирательный процесс в этой стране, как известно, стал источником уже пародии во всех уголках планеты. Спасибо вам огромное, что нашли для нас время и за содержательные комментарии. Я напомню, Европарламент готовит резолюцию против Азербайджана, а в США Вашингтон-Пост опубликован против Азербайджана. Очернительная статья и все это происходит в преддверии приближающейся климатической конференции в Баку КОП-29. Эти темы мы обсудили с политологом Русланом Сафаровым. Это были самые значимые события этой недели. Чем нам запомнится следующее? Смотрите, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале Сибиси. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова